Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Губнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы открыты для диалога и готовы отвечать на ваши вопросы. Да, мы каждый раз ставим под сомнение свою готовность, но каждый раз отважно пытаемся это заявить. И, в общем, пока, мне кажется, нам как-то удается с вами поговорить. И каждый раз отважно делаем шаг в неизвестность. Ну, сам себя не похвалишь, да. Да, мы ждем ваших звонков. И, в общем, у нас, я уже об этом тоже говорил, и мы как-то продолжаем в этом существовать режиме, что у нас есть какие-то открытые темы, тянущиеся какие-то хвосты. Но мы все сворачиваем, когда вы нам звоните и начинаем обсуждать то, что стало важным для вас и то, в связи с чем вы захотели вступить в этот разговор. Иногда у нас получается, да, что передачи, они как-то посвящены или насыщены каким-то чувствам или чувствами. В прошлый раз это было раздражение, негодование, какое-то бессилие. В позапрошлый раз мы говорили о потере, о сожалении о каком-то. Ну, вот это важный момент, на мой взгляд. Мне кажется, что абсолютно недостаточно, может быть, люди, которые нас смотрят сейчас и уже, ну, ходят, ходили к психотерапевту, то есть шагнули в эту реку, они знают, и специалисты знают, что недостаточно просто, ну, как просто, что-то обсуждать. А давайте поговорим об утрате, или давайте поговорим о раздражении, или давайте поговорим чего-то там о родителях. Ну, вот мы поговорили, да, день поговорили, раз поговорили, два поговорили, пятьдесят раз поговорили. Ну, как, что должно измениться в связи с этим? И, ну, вот важно, на мой взгляд, когда в разговоре появляются те самые переживания, о которых вы сказали. То есть это не просто аналитический какой-то разговор. Мы все умеем, слава богу, сейчас в основном последовательно мыслить, рассудочно мыслить, приводить какие-то аргументы. Мы все начитаны и так далее, да. Ну, вот позволить этой эмоции какому-то переживанию существовать. Ну, на это нужно действительно время. Время, и вот, ну, мы уже об этом тоже говорили, сформировавшиеся какие-то определенные отношения между двумя людьми, которые решили не просто поговорить, но каким-то образом, может быть, изменить что-то в своей жизни. Причем эти изменения обычно касаются двух людей, и терапевта, и психолога, и клиента. Я сейчас, к слову, да, я вот сейчас вспомнил, я периодически слышу на приеме, когда мы об этом заговариваем, люди говорят, ну, это же ваша работа, как бы выслушать и все это, ну, мимо себя пропустить. Ну, иначе вам, наверное, будет тяжело. Ну, переживать с каждым пациентом, переживать какие-то чувства свои собственные, не чужие, да, а, ну, сопереживать. Ну, вот, фишка в том, что мы не можем отключить себя от переживаний. То есть, суть вопроса в чем? Пациенты беспокоятся, хватит ли психотерапевту эмпатии сопереживать каждому пациенту? Я думаю, что более понятная позиция, что специалист для того, чтобы сохранить себя, сильно не вникает эмоционально в то, что он слышит. Ведь не зря большое количество анекдотов о психотерапевтах, они примерно, ну, вот такого характера. Там, ну, вот, а вы меня слушаете, ну, что-то такое, да, а он там заснул, например, ну, и на фотографии на какой-нибудь, на рисунке есть. Он там спит, психоаналитик или психотерапевт, да, или он там в полуха слушает, или он еще чем-то занимается. Ну, то есть, это как будто такой вот очень интересный момент. Ну, вот, собственно, наверное, введение у нас сегодня готово. Мы продолжаем, мне кажется, быть под звездой отношений внутри кабинета и внутри какого-то разговора. Я от себя могу сказать, что ваши звонки не просто формальность для меня, по крайней мере, я их как-то обдумываю, мы их обсуждаем. Ну, в общем, это вот становится частью жизни моей, частью жизни передачи, частью жизни вашей, может быть. Алексей, пока мы ждем звонков от наших телезрителей, вы иногда в наших передачах рассказываете, какие-то актуальные вопросы озвучиваете, с которыми приходят к вам пациенты за прошедшую неделю. Есть о чем нам сегодня поговорить? Ну, есть, наверное, еще одна дверь, которую можно было бы открыть. Очень непростая дверь, непростая тема. Почему? Потому что она внезапно возникшая, не внезапно, недавно возникшая у нас в таком человеческом пространстве. И в связи с этим, может быть, еще не остывшая. Когда темы какие-то есть и существуют давно, но по поводу них уже что-то написано, что-то сказано, они потихоньку остывают. В данном случае я имею в виду, несколько было приемов, на которые пришли люди, которые так или иначе ставят вопрос по поводу своего пола. Или они не ставят вопрос по поводу своего пола, они уже определились. Ну, там много всяких моментов. Они ставят вопрос, что с тем, как они определились со своим полом, не сильно согласны или совсем не согласны окружающие, в семье, на работе, их супруги и так далее. И, в общем, это такая животрепещущая тема, учитывая то, что взгляд в основном, ну, скажем так, есть традиционный взгляд по поводу того, что пол не зыблем. Причем врачебный взгляд в этом смысле наиболее консервативный, ну, в большинстве, да. То есть, в основном, сколько я знаю, ну, просто по откликам этих людей, моих пациентов, которые приходят, что когда они обходят врачей, ну, каких-то других, чаще всего они слышат, ну, вот такие убедительные речи по поводу, да, их пытаются перевернуть или вернуть к своему полу, да, или сказать, что все их помыслы по поводу того, что они что-то думают по поводу своего пола, по поводу частей своего тела. Это все болезнь, ее надо лечить, ну, и вернуть людей к традиционной какой-то точке зрения. — Какой-то возраст, возрастный промежуток какой-то вот тех пациентов, которые задаются этим вопросом сейчас? — Ну, я бы сказал, наверное, до 35 лет, вот, наверное, так. — А нижняя граница? — Ну, поскольку я со взрослыми работаю, 18-35, то есть, хотя иногда приходят родители, которые, ну, вот так на границе, ну, тут просто ее, юридические всякие моменты, я, если приходит человек младше 18 лет, я еще вынужден по закону контактировать с родителем, потому что до 18 лет это несовершеннолетний еще человек, да. — Вот. И там тоже эти вопросы встают. Ну, в общем, сейчас пока все в одну кучу, если нашим зрителям будет интересно, будем разбираться, но куча, я такой, может быть, куча тем, да, в одной этой теме, да, масса каких-то тем. Вот, но тема болезненная, да. — Да. Тогда какова цель психотерапевта вот в этом общении, да, в этих запросах, которые приносят, как я понимаю, или пациенты, или родственники пациентов, да, если они несут, ну, или продолжают нести за них еще ответственность? То есть, ну, что делает психотерапевт в этой ситуации? — Ну, на мой взгляд, психотерапевт делает то, что он делает обычно, и во всех других ситуациях. Он помогает разобраться. Помогает разобраться в той ситуации, если есть вопросы какие-то, да, если у человека, который готовится к смене пола, который... — У нас звонок. — Да. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Татьяна Викторовна. — Угу, Татьяна Викторовна. Какой вопрос у вас? — Где вас? Здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня такой вопрос. У меня 28 октября умер муж. Здравствуйте. — Угу. — Умер муж, да, от ковида. Я сама заболела ковидом, лежала целый месяц. Они меня вылечили, все, у меня 3% всего было поражение. А сейчас у меня разводилось все ЖКТ, и я справиться с этим не могу. Иногда я так сильно плакаю, что вот не могу справиться со своим нервным состоянием, чисто психологическим таким надрывом. То есть вот я пережила стресс и ковид. Вот что вы мне посоветите? Как мне быть? Потому что мне очень тяжело. Сейчас очень похудела намного и болею. Сил нет. — Угу. Татьяна Викторовна, вы сказали, что вы пережили стресс. — Да. — Или все-таки как вы это ощущаете? Или, может быть, еще не пережили? Вы внутри находитесь в этой ситуации? — Конечно, внутри, наверное, наклон. Только вот у меня 28 октября умер. У меня замечательный был муж. И сама я как раз его положили в больницу. Лежала в реанимации две недели. А я как ковидом тоже лежала дома. Я дома не сидела. И очень плохо мне было. И две недели вообще не спала. А потом мне сообщили, что он умер. — Ну вот. Такое состояние просто ужасное. — Татьяна Викторовна, я хочу сказать, что я соболезную вам. — Я присоединяюсь к соболезнованиям. — Соболезную вашей утрате и вашей потере. Что делать? Ну вот это главный вопрос. Если не городить огород, если долго не уходить, ну, наверное, обратиться к кому-то из специалистов. В данном случае, судя по всему, пока речь идет о двух докторах, о специалисте-терапевте. — Которые в аэрологии тоже. — Ну, да, да. — Как все делать? — Да. Вот. И, ну, я знаю, что мои коллеги-психологи-психотерапевты в диспансере ли, в частных центрах ли. И тут уже в зависимости от того, что вы можете себе позволить и финансово, и территориально. — В диспансер можно обратиться бесплатно по полису ОМС. — Конечно, да, да. Конечно. Я об этом говорю. Спасибо, Лен. — Нет, доктор, вы извините меня, но я никакие антидепрессанты пить не могу. Мне от них еще хуже. Мне вот выписал терапевт грандоксин. Но я выпила один день или два, и мне так плохо стало. Я вообще много в жизни своей перенесла стрессов таких ужасных. Я справлялась сама. Понимаете, ходила на лечебный сон. Просто на лечебный сон ходила. И мне это помогало. Лекарства, вот антидепрессанты мне не помогают. Ну, то есть я их боюсь даже пить. — Ну, наверное, не всегда же подразумевает назначение лекарств? — Не всегда, да. Вот мы тут с Еленой уже и говорили, и, наверное, будем говорить. Я говорил, что то, о чем я говорю, обратиться за помощью к специалистам, это не обязательно через запятую звучит, что вам будут выписаны какие-то препараты. Ну, возможно, в первую очередь это будут специалисты, которые разговаривают со своими посетителями, со своими пациентами, со своими пришедшими людьми, да, разговаривают о том, что их беспокоит. И иногда, и очень часто, средством выбора является, ну, психотерапия, да. Психотерапия как отдельная, наряду с двумя прочими, форма лечения. Да, вот у нас есть три формы лечения, по большому счету, с древних времен. Таблетка, нож и разговор, слово. Вот, они так, эти три метода, пересекаются, двигаются. Вот, и я думаю, что, может быть, это будет разумно, может быть, вы найдете в этом определенный смысл и толк для себя, если вы пойдете именно за такой разговорной психотерапевтической помощью. Ее оказывают и в диспансере, ее оказывают, ну, вот, в том центре, в котором я работаю, в центре Софии ее тоже оказывают. У нас есть врачи-психотерапевты. Я знаю, что у нас еще есть несколько клиник, где вполне... которые именно с утра-то работают, да, которые... Ну... А сейчас вот эти психотерапевтические диспансеры, они работают? Да. Да? Конечно, они работают, но сейчас наша психиатрическая служба выглядит такой, ну, является объединенной. Это большая клиническая психиатрическая больница, в которой... Ну, это нюансы, я не знаю, насколько они нужны, но я периодически произношу... Каждый район относится к определенному отделению. Я живу в Ленецком районе. Да, да. Ну, насколько я знаю, если я ничего не путаю, может, коллеги поправят, это Арцебушевская, 102. А вы где? А вы... Или 101, да. ...кратный доктор, да? Ну, если вы смотрите нас по телевизору, там есть бегущая строка, и там есть телефон той клиники, в которой я работаю. Можно по этому телефону позвонить, и мы с вами как-то это... Встретимся и обсудим, наверное, как-то подробно. А где ваша клиника находится? В районе губернского рынка. Понятно. Я хочу спросить, Татьяна Викторовна, а у вас есть близкие, кто сопереживает с вами эту утрату? С кем вообще вы можете обсудить и поговорить на эту тему? У меня, знаете, сейчас дочь, дядь лежит с ковидом в Середавине, и дочь вылечили, правда, ее на дому, но она еще слабая. А сын у меня больной человек, снаха тоже у меня больная. Ну, там приходили мои племянники, внуки, как бы, да, сочувствовали соседи, как бы-то переживая с работы с моей приходили, потому что я работаю, еще работаю, я работаю 50 лет в Василии, очень много лет. Донушительный срок. А вам сейчас сколько, если... Я 68 лет. Не секрет, 68. 68. Ага. Вот, я, конечно, вот из-за того, что перенесла такой стресс, и плюс ковид, и вот это, видимо, наложило на меня вот этот и психологический, и физический такой надрыв. То есть болезнь у меня прям не отступает. Я вот уже два месяца на больничном, месяц лечилась от ковида, а сейчас месяц лечусь вот желудочно-кишечный тракт. А вы сейчас одна живете? Есть кто-то рядом? Я, может быть, прослушаю. Ну, нет, я одна, потому что, это, да, внук у меня приходил, вот, но взрослый уже, у меня три внука, поэтому один работает уже взрослый, 24 года, а одному 16-17, они все оба учатся. Как-то, вы знаете, я, конечно, в этих четырех стенах, еще слабость такая, поэтому мне как-то тяжеловато это все уносить. Я, конечно, ну, в этих психологических, наверное, надрыв такой фильм. А вы владеете вот этими всеми современными, ну, хотя бы в какой-то степени, современными вайберами? Ну, да, конечно, конечно, я созваниваетесь с близкими, да? С накладами, если вы в одноклассниках, как бы, это, я это владею, конечно. Это как-то поддерживает вас, или... Ну, иногда как-то не очень хочется общаться. Иногда общаюсь. Ну, так вот в последнее время как-то, ну, так смотрю, там, телевизор, конечно, не такие передачи, какие сейчас бывают ужасные. Одна кровь и убийства. Кошмар какой-то. А так я смотрю, у меня ноутбук есть. Ноутбук какие-то, хорошие фильмы советские. Советские субботы. Татьяна Викторовна. Но я сейчас не смотрю, да. Сейчас как-то не очень. Вы сказали, что у вас есть опыт посещения лечебного сна. Вам помогало это тогда? И насколько вам... Вот тогда мне, да, помогало. Я ходила на этот лечебный сон, и как бы мне это помогало. Как-то я справилась, потому что у меня с сыном были проблемы сильные такие. С ним страшная трагедия произошла. Слава Богу, он отзыв остался. Ну, вот это все. А как вам кажется, дома, в домашних условиях, самостоятельно можно себе организовать что-то подобное? Ну, наверное, можно. Есть, наверное, такие сайты, которые вот... Можно, конечно, наверное. Ну, вот. Наверное, можно. Ну, это в дополнение. Вот то, что Алексей сказал, да, обратиться к специалисту, который, возможно, даже если вы скажете, не хочу принимать антидепрессанты, да, но я хочу поговорить вот на волнующие меня темы. Ну, да. Вот что-то еще для саморегуляции. Сейчас, наверное, действительно в интернете достаточно ресурсов. Это да, я понимаю это. А, доктор, а ваши телефоны, я вот не знаю, строка никак, так это я не видела, чтобы шла строка в вашей клинике. Телефон. Ну, вы можете оставить свои координаты вот с нашим оператором, с которым мы связывались. Я вам перезвоню, и мы согласуем все вопросы. А, ну вот у меня... Да, давайте так сделаем. Вам нужно будет еще раз набрать номер телефона после того, как сейчас вас отключат от эфира, и тогда оставить свой номер телефона. Да, и мы созвонимся. Спасибо вам за звонок. Спасибо за звонок. Спасибо вам за звонок. Да, Татьяна Петровна. До свидания. До свидания. Угу. Ну, тоже тема, которая не теряет, к сожалению, актуальности. В наши дни и в новостях продолжают появляться какие-то... да, появляются информации. Лена, вам кажется, ну, в этой ситуации, Татьяна Викторовна, какая тема на первом плане? Ну, одна ли там тема? Какая, может быть, у вас больше... Мы же каждый по-своему услышим, да, собеседника. Ну, мне кажется, тема одиночества. Угу. Причем одиночество как будто бы среди людей и близких, да, Татьяна Викторовна озвучила много, и дети, и внуки, но у всех своя жизнь, все достаточно активно живут, живут, или кто-то болеет, да, как она говорит, сын и сноха, внуки учатся. Угу. Вот такое вроде вот... Где человек все равно и переживая болезни, и переживая утрату близкого какого-то, он остается один на один со своими переживаниями. Как будто вирус ковида очень, как сейчас модно говорить, сильно подсветил тему вируса одиночества современного, да. Возможно. Это такое, ну, просто эпидемия такая, одиночество, об этом мы тоже говорим, ну, такого человеческого одиночества. Масса контактов, масса социальных сетей, масса возможностей быстрого доступа друг к другу, но что-то как будто с нами, с ними произошло, да. Конечно, вот ситуация, когда все болеют вроде одним и тем же вирусом, и у всех есть какие-то похожие, даже вот эти меткие параметры, да, такой-то процент поражения легких, и мало кто говорит о том, что каждый человек, вот этот вирус и вот это поражение легких, он переживает по-своему свою какую-то уникальную ситуацию, потому что у него свое какое-то уникальное взаимодействие с врачами, у него свои уникальные внутренние переживания по поводу страхов, как эта болезнь вообще для меня обернется, чем выживу, я не выживу, и, возможно, да, кто-то, болея сам, чуть-чуть из внимания упускает своих близких, которые в это же время болеют где-то в больнице, в реанимации, да, потом вот оказывается, что пока мне самой было плохо, а там вот где-то ситуация развивалась еще хуже, и это привело к потере, к смерти близкого. Такая вот, не знаю, вот рада контроля над всем, с которой приходится что-то делать, как-то быть с этим. Ну, да, я, наверное, то же самое, ну, или в той, не то же самое, в той же какой-то, в том же направлении, надеюсь, Татьяна Викторовна слышит нас, видит, может быть, как-то это будет ей важно, в направлении того, что уже так много сказано о, ну, о том же самом коронавирусе, но как будто есть, не как будто, а есть еще что-то, о чем во всем этом гвалте так и не сказано, так, так и не говорится, или говорится очень мало, очень мало специалистов, или очень мало людей, с которыми, ну, наверное, дело не в людях, много, мало ли нас, нас там, 8 миллиардов почти, уже скоро будет, может, уже есть я так, за статистикой, как будто, вот этот пласт разговоров, каких-то важных, содержательных, да, то есть есть поверхность, закончите сразу, Алексей, мы звонок примем, а, ну, да, вот этот пласт каких-то содержательных разговоров, это одиночество в переживаниях, скорее, да, и я вопрос Татьяны Викторовны слышу, с кем мне разделить переживания, я не хочу, ну, по крайней мере, в первую очередь пить таблетку, а мне это, видимо, будут предлагать, и перестать переживать то, что я переживаю, как бы, ну, потому что таблетка не сделает меня менее одинокой в своих переживаниях, звонок. Здравствуйте. Алло. Да, мы вас слышим. Здравствуйте. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Марина. Марина. Угу. Очень приятно постоянно смотрим вашу передачу, мне однократно обращались. Спасибо, Марина. С советами. И сейчас вот, ну, на данный момент, есть вот, я не знаю, наверняка вот, есть, может быть, к вам такие обращения, когда люди имеют, ну, часто животных, и, к сожалению, они иногда с нас уходят. Так тяжело, если все-таки бежит. скажите, пожалуйста, справиться с этой проблемой. Марина, как бы вы ее сформулировали? Я так немножко по-деловому, но откликнусь. Как бы вы, как звучит эта проблема, с которой нужно справиться? Как вы ее понимаете для себя? Ну, извините, что я немножко сейчас это разводилась, как говорится, и что... Ну, мы слышим ваши переживания, да, мне кажется. Не стоит извиняться. На самом деле, очень многие люди, как бы, спелки себе животных, вот, светлевиками, и все, 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 и все. На пожале, у нас, по-моему, нет никаких таких организаций, или что-то, чтобы вот посмотреть, потом поддержать людей. Ну, как бы, опять же, обращаясь к врачам, к докторам, ну, именно с этой проблемой. Угу. Извините, пожалуйста. Марин, ну, ну, так и есть. Я знаю, что у нас не так много времени осталось, но попробую по содержанию. Это так и есть, ну, отдельно у нас нет клиник, или центров, которые, как это, вот здесь, с такими утратами, или с такими, как-то трудно утраты ранжировать, да. Я думаю, что... Чувство человек переживает, поэтому он может прийти к другому человеку и поговорить об этом. Да, вот я об этом хотел сказать, Марин, наверное, вот, наверное, на вопрос, что делать, или что, как с этим быть, ну, вот, наверное, сегодня мой второй ответ тоже будет. Найти себе специалиста, или, может быть, у вас уже есть специалист, к которому вы обращались, и это вполне, ну, важный разговор, с которым можно к нему прийти, и... Спасибо большое. Ну, как-то... Ну, он поможет вам, я думаю, да. Да, иногда, к сожалению, почему-то вот мы именно к людям относимся немножко так, другими отношениями, больше любимым животным. Почему так бывает? Почему так складывается в нашей жизни? Ну, да, да, хороший вопрос. Марин, спасибо вам, мы, судя по всему, может быть, вы еще позвоните, и у нас будет больше времени. Я думаю, что, может быть, людей любить сложнее, может быть, животных... Может быть, меня сейчас это, ну, как-то... Есть кто поспорить? Ну, только вот с тем, что они могут... Я думаю, что у животных, вероятно, нет такой категории предательства. Они... Ну, как-то все это по-другому организовано. Вот. Я бы еще так сказал, что там много всяких вещей намешано. Это, я как говорю, как психолог, потому что иногда с животным люди идентифицируются и видят в животном самого себя. Ну, как это ни странно. Маленького, раннего, Маленького щенка и ты видишь, что он становится в какой-то момент выделенной частью тебя. Ну, да, иногда. И тогда мы так говорим. Я даже вот по своей собаке могу сказать. Он хулиганит, и мне кажется иногда, что эта часть меня, которая хочет похулиганить, но она вот выражается в поведении собаки. Конечно, животные домашние беззащитные, потому что они домашние, потому что они вынутые из дикой природы и они почти не могут распоряжаться теми защитными механизмами, которыми они распоряжались бы. Они полностью зависимы от человека в смысле корма, в смысле выгуливания. Они срок их жизни намного меньше, чем у человеческих существ. и Марина сказала, иногда так происходит, а я, может быть, грубее бы сказал, может быть, жестче. Ну, от этого никуда не денешься. Всегда так происходит, да, всегда на смерти, на жизни человека, если он держит питомца, но этот питомец рано или поздно. Если кто-то теряет питомца, тут же заводит нового и, в общем-то, не особо к своим чувствам как-то прислушивается. Не знаю, мне кажется, что люди прислушиваются. Другой вопрос, какие вопросы они хотят решить за заведением нового питомца. Может быть, это питомец той же породы и так далее, и так далее. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю программу. Спасибо нашим телезрителям за звонки. Беседок с вами время у нас пролетает очень быстро. Сегодня мы говорили об утратах, к сожалению, они случаются. Мне кажется, что мы продолжаем быть людьми. Все равно. Субтитры создавал DimaTorzok